ребята всем привет начинаю от кадры такие прекрасные со своих двух подсадных уток сейчас едем на разливы буду вызаривать уток потихоньку готовится к охоте тем более осталось буквально каких-то 12 дней до открытия весенней охоты с подсадной на селезне в общем так уже надо готовить чтобы они немножко привыкали после зимы ко мне к рукам так скажем чтобы хорошо поплавали на водоеме на разливах чтобы хорошо заработала копчиковая железа чтобы утка потом на охоте не мокла не мерзла немножко привыкала почистить перышки им помыться очень будет классно очень будет хорошо итак сегодня главная тема для разговора у нас будет сейчас выберемся на место будет очень интересное видео всем советую просмотреть от начала до конца без перемотки сегодня ребята 2 апреля и сегодня ровно два года как я обладатель него легенд то есть два года этот автомобиль в моих руках на нем никто не ездит кроме меня этот автомобиль у меня один-единственный в семье другого у меня автомобиля нет итак два года с него и легенд сегодня я вам расскажу в какую копейку мне вылетело содержание этого автомобиля за два года эксплуатации и пробег составляет шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать километров ну много это или мало за два года судить вам и так ладно в принципе поедем тихонько об этом еще поговорим вот показываю обстановку со снежным покровом тут вот где лес снег есть а там уже на открытых участках на полях снега уже практически нет основная так скажем основной объем снежного покрова уже согнала с леса уже гонит во всю снег такая вот дорога у нас здесь разбитая грунтово-насыпная в общем следующее включение сейчас будет уже непосредственно на месте остановимся все вам покажу высадим подсадных уток на водоем и потихоньку я вам расскажу про свою нивку и так сразу заблокировался блокировку межсего дифференциала включил пониженную включил пробуем может быть повезет может действительно приработается прикатается там этот механизм не знаю чего уж там с ним случилось это как говорится уже может только вскрытие показать ну да ладно в принципе не об этом видео едем к месту нашей съемки красивому вот такая вот ситуация на поле на поле уже снег весь сдуло по ходу после меня толком никто еще и не ездил хотя нет дорога набита даже нет вот есть следы от зимняя резина все здесь снега уже нет все оттаяло но машина не проваливается здесь подсушила сейчас посмотрим что у нас в лесу какая обстановка тут так немножко под развезло сейчас включим окошко пониже опущу душно плюс 14 2 понижена и поехали тихонько едем так здесь сыро спускаемся к речке все по тому же маршруту всю весну я охочусь именно в этих краях с подсадными утками на селезне больше положенного не беру там была куча вопросов кучи упреков предыдущем видео в комментариях ко мне по поводу охоты сейчас тоже так вкратце и попытаюсь объяснить поймете поймете ну нет так нет в общем тихонько вот так двигаемся развезло так сыровасто здесь вот в лесу даже чувствуется немножко как будто даже попрохладнее такой студеный воздух сразу с окошко дорога лайтовая для него это так ни о чем тихонько спускаемся на поле там вообще будет сухо такая ситуация в лесу а машина вообще не проваливается по ходу что а Вот, выехали на сухое. Здесь нам уже блокировка не нужна. Вот в таком вот, в такой манере езды она не вылетает. Блокировка межосевого дифференциала. Все спокойно выключилось, поехали. Подъедем к месту. Интересно даже, как с разливами обстоят дела. Какой уровень воды на подъем, на спад. Очень интересно. Самая главная задача, конечно, сейчас каждый день надо будет ездить вызаривать вот так уток. Высаживать, чтобы они привыкали ко мне, к рукам после зимы. Перышки все почистились хорошо, помылись. Чтобы уже утка, когда на охоту буду брать, охота пойдет. Чтобы утка больно не намокала перо. Для чего и нужно подсадных уток вызаривать, чтобы у них заработала копчиковая железа. Которая выделяет специальный секрет, благодаря которому перо утки не намокает. Это такой жировой секрет, говоря простым языком. Так, вон следы туда есть. Ездят люди уже потихоньку. Тепло на улице. Плюс 14. Вообще погода, конечно, кайфовая. Земля мягкая. Земля отошла полностью. Все, подъезжаем к месту. Такой вот разлив уже виднеется. Так. Ну все, в общем. Вот и приехали мы. Сейчас здесь где-нибудь уток высадим. Сейчас вот это повернем. Так, немножко вентиляторы работали. Продуем. Немножко пускай продует. Всегда так делаю, ребят. Никогда не глушу автомобиль. Так. Вон они уже ждут, ждут. Обе. Машина грязная. Вообще кошмар. Погода, конечно, шикарная. Здесь пасека еще стоит. Можно от пчелы получить неплохо. Они сейчас облетываются. Такой вот разлив. Интересно даже по уровню воды. Конечно, если учитывать, что сегодня 2 апреля. Открытие у нас 15-го. Если будет идти на спад, то это будет первая такая весна в моей памяти, чтобы... Да, место здесь интересное. Ну, вон как хорошо с леса гонит воду. Прямо в реку снег весь стаивает. Нет, в лесу еще есть снег. Сейчас вот прямо здесь высадим двух наших уточек. Я сейчас срежу 2 прутика. Прутики воткну. Сейчас все покажу вам, ребят. Сейчас идем. Сейчас вам покажу самое главное приспособление, которое, если забудешь на охоту, когда поедешь, тут все с собой взял, чтобы для видеосъемки. Сейчас все будем раскладывать. Все вам покажу. Все расскажу. Все увидите. Самое главное, смотрите видео. Вот, ребят, вот такие вот нагавочки. Это приспособление. Одеваются утки на ногу, чтобы утка у вас никуда не уплыла. Подсадная. И зазывала сельзня. Осаживала его. Сделана она у меня очень просто. Из подручных материалов. То есть, вот она кожа. Обычная. Любой старый кожаный сапог. Вырезаете вот такие нагавочки. Обычная проволока загнута в кольцо. Обмотана синей изолентой. И использована вот такая прочная рыболовная леска. Все. Такая вот нагавка. Она утки на ногу одевает. Сейчас все покажу, как это будет выглядеть. Сейчас покажу длину вам ее. Вот длина лески у меня составляет где-то получается метра два. Вот длина лески. Поводок вот этот сам. Сейчас колышек поставим. Сейчас вам все обязательно будет показано. Так, берем две нагавки. Берем корзину. И идем туда к луже. Сейчас высадим уток. А потом буду рассказывать вам про автомобиль свой. Сейчас мы их высадим пока. Совместим, так сказать, приятное с полезным. О, 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 что они тут вытворяют. Ну что, чувствуете, да? Приближение весны, а? Роковые женщины. Раз нагавка. Два нагавка. Сейчас уточек зацепим. Вот такие вот, ребята. Два колышка вырубил. Заострил. Ну, колышки, конечно, нужно делать исходя из высоты, значит, уровня воды. В водоеме, куда будете высаживать подсадную утку. Мне вот такой вот высоты, буквально здесь по метр десять, два колышка будет достаточно. Сейчас два колышка ставим. По разные места их немножко делаем. Одну левее, вторую тут справа высадим. А можно, в принципе, и вот так их поставить. Последовательно высадить. Сейчас, на сколько еще моих сапогов хватит. Я не в забродних, такие вот обычные высокие сапоги. Весенние, осенние, утепленные. Сейчас ставим коля и идем высаживать уток. Вот, ребята. Вот таким вот образом крепится нагавка на ножки утки, на лапки. Вот. Сейчас камера сфокусирует, все-то отвлекается как-то. Вот. Да, да, да. Вон зовет вторая. Вот таким вот образом вот уже начали друг друга. Разлучил. Закрепил. То есть я каждой утке по лапке подмеряю примерно, как будет удобно кожанка. И вот так на удавку сделано. В интернете много вариаций крепления есть. Это одно из, так скажем, одно из вариаций крепления к ноге, ну, к лапке утки, к нагавке. А вариаций много. Кто-то делает вообще просто кольцо зацепил. То есть на всю охоту несъемное. Просто колечко, карабинчик зацепил. Это просто... Мне нравится такой способ. О, о, разошлись все, разошлись. Сейчас первую высадим и вторую. Они уже на водоем хотят. Ну все, ребята. Подсадные утки у нас высажены на воду. Немножко пускай плавают. Купаются. Чистят перышки, так сказать. Вон они где-то и траву едят. Вот эту всю пожухлую. Нравятся им какие-то корешки мелкие. Может какие-то личинки. Они находят, знают, что им нужно. Вот так вот. Пускай, видите, как привыкает к нагавке она. Чтобы потом не было такого. А то некоторые прямо за день до открытия покупают подсадную утку. Она просидела в сарае всю зиму. Берут вот так подсадную утку сразу же. Кто неопытный, охотники. Едут на охоту с ней. Утка не привыкла ни к нему. Боится его, пугается. А потом удивляются, почему утка подсадная не работает. И очень часто бывает, люди сидят там в шалаше по два, по три, по четыре часа охотятся с подсадными утками. И утка просто переохлаждается и погибает. Бывают даже и такие случаи. Поэтому незнание в данной ситуации всегда приведет вас к какому-то нехорошему результату, к отрицательному. Поэтому, чего бы в жизни вы не коснулись, любое дело нужно изучить. И вот, возвращаясь к вопросу по поводу охоты, отвечу коротко и ясно, кто меня там осудил, сказал, что это там убийство, что это за общение с природой. Я скажу вам, ребята, так. Ваша реакция, она вообще полностью нездоровая. И начинается это корни, все берет от того, что вы не знаете культуру своего народа, своей стране, русского народа. Вы не знаете культуры. Наших традиций вы их не чтите и не помните. А народ, который не чтит своих традиций, не помнит их и не ценит, сами знаете, к чему в конце приходит. Ну так вот, охота это такое, скажем, благородное занятие издревле. И что хочу сказать за себя. Мой дедушка был промысловиком в свое время. Добывал за сезон по 350 беличьих хвостов. Прадед был промысловиком. По линии матери тоже дед был в рыболовецкой бригаде. У меня все, в моей семье, все промысловики. Поэтому мое увлечение не просто так, что я тут ради какого-то красивого словца или красивого кадра вам все это здесь показываю. Нет, ребят. Это мой образ жизни. Это то, что я унаследовал от своих дедов, прадедов, от отца. Я это сохраню и передам своему сыну. Ваше мнение, как там думать, плохо, хорошо. Я не беру больше того, что мне положено. А если рассуждать так, как вы рассуждаете и думать, что охота это какое-то зло. Нет, охота это не зло. Вы же даже не разобрались. Вот охота, например, с подсадной уткой на селезне. Вы же не знаете даже биологию охотничьи промысловых зверей и птиц. Что происходит весной, какие процессы. Вы даже не знаете вот вкладки утки. Какое количество потомства, говоря простым языком, самцы, самки, ну, мальчики, девочки, кому вообще непонятно, кто не охотник. Ну, вот я вам скажу, что из своей практики в природе уже заложено все так, что в потомстве большее количество, всегда 70% вкладки яиц, вот утка высиживает, 70% из этих яиц вылупятся селезни. То есть, всегда мужского потомства его больше выводки. Соответственно, вот эту численность нужно регулировать. Что бывает весной? Дело в том, что весной, когда, вот, грубо говоря, утка прилетела на свое место, да, гнездование, то есть, все обустроилось, грубо говоря, сделала уже кладку, села на нее, и селезень, в этот момент, если селезня много, селезень начинает заклевывать утку, не давать ей, и не дает ей нормально высадить свое, так сказать, потомство вывести. Дело в том, что селезень не участвует в воспитании потомства вместе с уткой, а он только мешает ей, ну, чтобы еще раз можно было спариться, чтобы даже такие случаи есть в природе, что селезень полностью разбивает, расклевывает все яйца, чтобы утка, ну, как бы, повторно можно было там спариваться и тому подобное, чтобы утка, как бы, была еще активной. Будем говорить таким языком простым. Поэтому вы не знаете природу и пишите мне такие комментарии, вы даже не знаете всех этих процессов, что происходит в природе. Поэтому очень важно, весенняя охота очень важна, и отстреливать селезней нужно, потому что они отрицательно влияют, так скажем, в некоторой степени на прирост вот этого потомства утиных. Когда много слишком селезней, это тоже плохо. Поэтому для того и есть человек, чтобы все эти процессы регулировать, грамотно ко всему к этому подходить, разумеется, без всякого варварства и тому подобное и так далее. Без всякой жадности. Берется столько, сколько нужно. Так что больше я, наверное, разжевывать даже не буду. Может, в каких-то еще видео затрону вопрос. Отдельно, может, сниму видео по теме охоты, потому что сегодня уже и так сколько времени отвлекся с вами вот на вступление. Сегодня все-таки видео не об этом. Ладно, все, проехали. В общем, утки у нас, пускай, занимаются купанием, здесь плавают, чистятся. Мы пойдем к автомобилю и перейдем к главной теме разговора, в принципе, к тому, для чего мы вообще сюда приехали. Уже прошло 17 минут. Кому-то, может, будет неинтересен такой формат немножко. И все, я как бы, ну, мне просто хочется вам тоже это показать, поделиться вот этим тоже с вами. Это часть моей жизни. Итак, ребята, сейчас все, на капот раскладываю и начинаем рассказ по Ниве. Итак, поехали. Сразу по факту. Что сломалось у меня за два года владения Нивой Легенд и за 62 700 километров пробега? Что сломалось? Поехали. Самое первое, что принесло мне неудобство, это заскрепели с правой стороны шаровые опоры передней подвески. Заскрепели шаровые. Я сразу же поступил кардинально. Я просто взял, купил 4 шаровых опоры и просто поменял их в круг. Давайте откинем в сторону вот это, почему по гарантии не съездил, не захотел. Делал все сам, мотыляться было некогда, поэтому сделал все сам. Купил 4 шаровых опоры, поменял их в круг, не заморачиваясь. Можно было этого не делать, достаточно было просто вскрыть пыльники, помазать родные шаровые опоры, которые были из завода, и они бы еще походили довольно неплохо. Но я сразу кардинально купил новые, как положено их смазал, чтобы уже не переживать. Все посадил на медную пасту, все крепления болтов, чтобы потом не мучиться крепления шаровых опор. Все посадил, все собрал, теперь я знаю, что я на них буду ездить долго и счастливо. По шаровым опорам сразу цена. Получается, вот спрашивали артикулы. Артикул верхняя шаровая опора ВМ 0164 это заводские оригинальные шаровые опоры, идут белмаговские, они там. Вот, это верхняя шаровая опора, кто спрашивал артикул. Она идет с наклонным фланцем, цена была на тот день 475 рублей. И получается умножайте сразу на два, потому что две стороны. Палец шаровой передней подвески нижней 21214 конвейерная с удлиненным фланцем для модернизированной подвески с защитным чехлом и комплектом крепежных изделий артикул ВМ 0174 Кому интересно было, вот записывайте, вот теперь вы знаете артикулы. Тоже умножайте на два, две штуки. Итого получается округляем, получается у нас сумма, грубо говоря, 2000 рублей. Это была первая поломка на 20 тысяч километрах пробега. Итак, как они выглядят вживую, показываю. Вот, верхняя шаровая опора, видите, как пластфу, вот сама площадка, как треугольник точки крепления к рычагу. Смотрите, как она под наклоном. Это уже модернизированная шара с наклонным, модернизированный шаровый палец, шаровой опоры с наклонным фланцем. Вот она, запоминайте. Дальше, нижняя шаровая опора, нижняя, вот такая толстая, мощная, такая площадка здоровая, вот с удлиненным фланцем, вот она, нижняя шаровая опора. Все, показал, все знаете, цены на сегодня даже вот в нашем регионе, получается 610, 680 рублей. Все, с этим тему закрыли. Дальше, конечно, я сразу начал с шаровых опор, так как они лежали. Не показал, самое главное. Сейчас пройдем в машину, забыл достать, думаю, что же забыл достать. Первая у меня поломка была на 12 тысячах километрах. Ну, опять же, это все, ребята, не поломка, а просто был дискомфорт. При запуске двигателя на холодную после стоянки был лязгание цепи 1-2 секунды. Мне это не понравилось. Получается, у меня начал работать некорректно гидрокорректор цепи ГРМ. Вот он, снятый вот с этой машины, вот он, новенький, вообще абсолютно ничего не видавший. На 12 тысячах по утрам стала лязгать цепь 1-2 секунды, но звук такой очень неприятный, поэтому я пришел сразу к такому выводу, что мне нужно заказать нормальный натяжитель автоматический, механический ИСАЙ, поставить его и не мучиться. Я так и сделал. Заглушил гидроконтор, демонтировал гидронатяжитель цепи, поставил автоматический механический натяжитель ИСАЙ, все, забыл. Никаких проблем под 63 тысячи пробега, никаких посторонних звуков, ни шелестов, ничего. Красота. Двигатель работает четко, ровно, никаких проблем с ним у меня нет. Натяжитель ИСАЙ работает вот так вот замечательно. Цена вопроса была на то время 2300 рублей. Вот плюсуйте, 2000 шаровые, 2300 натяжители ИСАЙ, это уже 4300. И, ребята, смотрите, смотрите, селезень сел. Парни, 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 селезень сел. Смотрите, смотрите. Селезень сел. Я чувствую, запишу, будто с вами видео. Вот это да, он вообще меня не боится. Офигеть. Эй, слышь, братан, рановато пока еще. Прилетел, прилетел, видит меня и не боится. Опа, красавец. Все, ушел в точку. Давай, до 15-го числа. 15-го жду здесь, на этом же месте. В общем, вот так вот, ребят, получается у нас съемка. Утки купаются, уже селезень услышал здесь, их сразу же прилетел и подсел. Вот примерно вот так вот с пацаными-то не охотятся. То есть селезень садится, вот вы видели. Прекрасный, шикарный получился кадр прям. Охота вообще очень интересная, когда сидишь в скоротке. В общем, ладно, мы уже начинаем отвлекаться. Так, что сломалось еще у меня? Опять же, грубо говорить, сломалось. Вот все вот эти мои неисправности, это просто скрипит, стучит, по сути, это все такая ерунда. То есть, машина-то меня не подвела, я пешком никуда не пришел, ничего не сломалось, ничего не отлетело, просто заскрипело. Это вот все тоже, то, что я такой человек в этом плане дотошный. Я люблю, чтобы все было обалденно, офигенно, чтобы ничего не скрипело, не стучало. Чуть что-то где-то я сразу же устраняю. Я человек такой очень кардинальный, конкретно сразу. Если одна заскрипела, все четыре поменял. такой я человек. Такой у меня характер. Стартер, я его перебрал, это вот родной стартер с моей Нивы. Спрашивали, какой Ярослав поставил? Поставил, поставил я стартвольт, LST0101, 1,4 киловатта на 12 вольт. Вот, поставил я его, стартвольт, обалденный стартер. Сразу говорю, рекламы в видео нет. Понравился стартер, крутит замечательно. Вообще, даже звук такой, такой классный у него. Бодро крутит стартер. Теперь у меня в запасе новый стартер. В чем была причина родного стартера? Почему он немножко поскрипывал? То скрипит, то не скрипит при запуске двигателя. Здесь внутри есть такой треугольник, на котором располагается блок шестерен, так как это редукторный стартер. На нем расположены такие три шестерни. Ну так вот, вот этот блок шестерен, угадайте, что было с ним? Конечно, он был практически сухой. Но сухую все это скрипело. Вот и вся была причина. Вы даже видите вот состояние шестерни, втулки. Он как новый, вообще никаких проблем нет, представляете? Новый стартер. Все, я его промыл очистителем тормозов, весь обслужил, заложил хорошую, дорогую синтетическую смазку. Все смазал, теперь у меня в запасе лежит новый стартер. Так что, по факту, не поломка. Цена стартера 3800 рублей. Итак, что еще было поменено? Заменен за этот пробег передние тормозные колодки, комплект, 560 рублей. И задние тормозные колодки, 1200 рублей. И плюс трости крышника, 650 рублей. Итого, подытожим, с вами сделаем черту. Давайте так, я очень грубо округлю. Получается, где-то в районе 10500, давайте сделаем так, 11000 рублей. За 62 тысячи километров пробега, за 62 тысячи, за два года владения, этот автомобиль по запчастям вытянул с меня всего лишь 11000 рублей. Много это или мало судить вам. Ребята, на ваш суд я вам все показал, без всякого обмана, все как есть на самом деле. Больше с этим автомобилем я проблем не знал никаких. А все, что касаемо фильтров топливные, масляные, воздушные фильтры, замена масел в трансмиссии, в двигателе. Ребята, не вижу смысла это оглашать, так как каждый заливает свое масло, кто-то дорогое, кто-то дешевое, кто-то в год вообще ездит 3000 километров, поэтому у вас у всех будет своя личная цифра. Смысл мою оглашать, я не вижу никакого. Я вот вам самую нужную информацию, что сломалось, сколько я вложил в нее. По факту это все были так, сейчас кто мне скажет про гидронатяжители, что надо было поменять масло, залить 5В30, поменять, поставить фильтры, все было проэкспериментировано, не работает нормально на ниве гидронатяжителей. Лучше сразу и забыть навсегда вот эту проблему с грохотом цепи по утрам. Неприятную причем проблему. Итак, чтобы не быть голословным, кто на моем канале не первый раз, не первый раз, ребята знают, что я, в книжке у меня есть руководство по эксплуатации, да, я в этой книжке все веду записи, чтобы не быть голословным, да, чтобы не быть голословным, ну пойдемте, ладно, может кто сомневается, вот, все записи по датам я веду, что делается с автомобилем, чтобы подтвердить это все. Вот для заметок, вот оно, руководство по эксплуатации, и для заметок я пишу. Здесь в основном все одни замены масла прописано. Итак, вот, пожалуйста вам, 28,11, 21, замена шаровой опоры, передней подвески, комплектом, 4 штуки, Белмак, пробег, 20,588. Дальше, так, что у нас было, так, это все масло, 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 так, где у нас еще здесь, так, про тормозные колодки, так, ну, на 12 тысячах гидронатяжитель, это поменял, на механический, ИСА, это я не писал, вот, замена стартера, 1410, 2022, стартер поменял, старт вольт, записал, потом, тормозные колодки, что установил, вот, замена передних тормозных накладок, задних тормозных колодок, тростика, ручника, фирма, финфейл все поставил, ну, кроме тростика, ручника, там, да, заски, ну, и все, ребята, в принципе, тут дальше все идут, одни масла, масла, ну, где, когда свечи какие менял зажигание, ну, все, что касаемо, все, что касаемо расходников, ребят, это индивидуально, сколько будет людей, столько будет и мнений, один там по 40 тысяч на свечах зажигания ездит, второй по 50, второй вообще по 100 тысяч, а другой через 20 тысяч меняет, рекомендации читайте в интернете, вы знаете, что желательно на простых свечах, на таких, больше 25-30 тысяч лучше не ездить, лучше их меняйте почаще, чтобы у вас в дальнейшем не горел модуль, чтобы не было проблем с искрой, чтобы была хорошая работа двигателя равномерная, чтобы он у вас не подтраивало, не подколбашивало, чтобы не было перерасхода топлива, я вам всем советую свечи зажигания менять вовремя и почаще, потому что на дешевых, на недорогих свечах электроды прогорают довольно быстро, зазор увеличивается, соответственно увеличивается и на нагрузку, на модуль зажигания, или на катушку зажигания, кому как удобно на слух, ребят. Ну вот в принципе, как-то так, еще одна из новостей, очень часто спрашивают, вообще прям повально, в WhatsApp пишет, Ярослав, какое масло посоветуешь наше лить в трансмиссию, ребят, вот сам залил, вчера на днях поменял Shell, и так, почему поменял масло Shell в трансмиссии, вчера я поменял, запись сделал, сейчас вам тоже покажу, дело в том, что у меня машина эксплуатируется очень жестко, постоянно с прицепом, прицеп у меня большой, 320 на полтора, на полтора высота, ширина полтора, 320 длина, ну высота соответственно, я постоянно таскаю грузы, машине достается, кто не верит, вот показываю вам, в каком состоянии у меня даже фаркоп, шар фаркопа, да, то есть смотрите, вот заглушку снимаю, видите, он у меня весь выбит, и весь блестит, видите, шар весь выработан, у меня машине достается, постоянно, постоянно я езжу с прицепом, поэтому сказать, что у меня такая, лайтовенькая эксплуатация, нет, ребята, у меня довольно жесткие условия эксплуатации автомобиля Нива, и вот вы видите, какие у меня были неисправности, я вам все показал, вот это масло, прекрасно себя зарекомендовало, почему залил именно его снова, потому что шелла не было в моем магазине, сейчас немножко проблема его достать, я не стал мудрить, взял, опять, 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 вон он плывет, вон он, вон он селезень, вот как плохо, что у меня камера такая лажовая, на телефоне, сейчас бы приблизить вам такую картинку классную показать, я чувствую, да, рассказ у нас будет сегодня вообще интересный, тот, кто зашел чисто по Ниве посмотреть, вообще, наверное, огорчится, тут и охота в перемешку, да, ничего, пускай утки купаются, он сейчас к ним приплывет, по-любому сейчас переплывет к ним, он уже меня не боится, ну ладно, не будем его ждать, тратить время, в принципе, о самом главном, и так, ребята, потому что я эксплуатирую постоянно Ниву с прицепом, вечно грузы, нагрузки очень сильные, у меня масло, я меняю чаще, то есть, интервал замены масла в трансмиссии, составляет через каждые 40 тысяч километров пробега, я просто так, как автомобиль эксплуатирую жестко, я делю напополам, то есть, я проехал ровно 20 тысяч, все, я масло в трансмиссии меняю через 20 тысяч, есть возможность, меняю, не будет возможности, где-то что-то перекатаю, но, опять же, больше тридцатки, я точно никогда ездить не буду, на трансмиссионном масле, потому что у меня машина эксплуатируется очень жестко, нагрузка и на раздатку, и на мосты, и на все постоянно этот прицеп таскать, как-то так, вот оно масло, кому интересно, вот, ставьте на паузу, записывайте артикул, мне это масло нравится, я вам честно скажу, Shell Spirax S4, 75W90, GR4-5, тоже универсально, оно ничем не уступает, то есть, я разницы не почувствовал, что на этом масле, что на Shell, разницы никакой нет, масло шикарное, и брату его заливаем, и себе его сейчас залил, поменял, вот записал, я вчера 1 апреля поменял, видео не стал записывать, не было, ребят, времени, поздно менял его, после работы, вот, быстренько, вот, 1 апреля, пробег 62-696, замена трансмиссионного масла во всех агрегатах трансмиссии, залитого масла LADA Ultra, GL4-5, 75W90, полусинтетика, все, ребята, масло я поменял, ставьте на паузу, кому нужно, записывайте артикл, вот такое вот, прекрасное масло, Ultra, GL4-5, 75W90, вот, 75W90, полусинтетика, какой объем вам понадобится для замены? Для замены вам понадобится одна четырехлитровая канистра и одна литрушка, и в литрушке у вас останется примерно грамм 600, то есть по факту у вас уйдет 4 литр 400 грамм, опять, 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 приплыл, он вообще не боится, ничего не боится, товарищ, вон он, вон он, обратно, обратно в речку, обратно в речку, обратно, И вертится, и крутится, и ему интересно Утки-то уже к нему привыкли Видите, как он хитрый, он приплыл И вот довольно часто так бывает в охоте Вот кто с подсадными утками занимается, ребята меня поддержат Очень часто некоторые очень умные селезни, особенно к концу охоты, к закрытию Они вообще себя никак не показывают То есть он услышал, где утка работает, и он может тебе просто приплыть И такой адреналин испытываешь, ни с того ни с сего смотришь Раз у тебя на горизонте перед шалашом, перед скротком смотришь, селезень появился То есть охота неожиданная, очень интересная, очень красочная Такая охота запоминается надолго Это очень яркая охота Раньше она была 10 дней, сейчас по новому закону эта охота у нас длится 30 дней, месяц Я, разумеется, месяц охотиться не буду, нет, ребята Я также по факту отохочусь где-то так же 10 дней, когда уже у нас и навальч не пооткроется Не буду я там жадничать, мне это ни к чему Я возьму ровно столько, сколько мне нужно Добуду, все, чтобы семья кушала, настоящее хорошее мясо Не какую-то тухлятину на антибиотиках и на стимуляторах роста с магнита Это не антиреклама, сразу говорю, я никого ни к чему не призываю и не агитирую Вон он, вон он, вон он Против течения фигачит Обалдеть Ага, скрылся, скрылся Вон он, вон он, на ту сторону Вон он, вон он, вот он, вот он Идет, идет Все, ушел в кусты Скажет, нечего тут делать, тут блогер него вот, разошелся Короче, ребят, ну сегодня я чувствую Вообще такое интересное будет видео Не знаю, как вам такой формат зайдет Понравится, не понравится В перемешку тут и охота, и пронивы все вместе В общем, уже так интересно, меня прям переполняют такие чувства Кто про охоту сомневается, ребят, я вам сразу говорю Настоящие охотники, это самые добрые люди Ничего плохого вы от них никогда в жизни не получите Я говорю про настоящих охотников Это не тех, которых вам показывают по телевизору Из фильма «Особенности национальной охоты» Нет, это не лицо русского охотника Вы не знаете, что такое настоящий русский охотник Какой он, какая культура, какая этика И поэтому я вам сразу говорю А когда не знаете за какое-то общество, да, сообщество Я вам не советую кого-то осуждать прежде времени Тем более вы не понимаете Тот, кто пишет, вы не понимаете в этих вопросах Вы не жили этой жизнью, вы не проходили этого И, к сожалению, вы не знаете культуры Вы не знаете истоков русской охоты Происхождения, откуда все это берет начало Раньше это было смыслом жизни Выживания людей Когда не было всех вот этих китайских тряпок Меха, мяса, пушнина Все сдавалось в свое время Сейчас это все успешно загублено Ну да ладно, не будем углубляться в подробности Я вам открою маленькую тайну и секрет Те, кто мне написали, что что-то там в магните мяса нет Я сразу говорю, ешьте сами На антибиотиках и на стимуляторах роста это мясо Я такую пищу вообще не ем И колбасу ешьте сами А потом удивляйтесь, откуда у тебя в 35 лет рак прямой кишки Или еще чего-то Я не кушаю то, что в магазинах продают Я вам сразу говорю Мед, травяной чай, травяной чай брусничный Я не кушаю то, что вы кушаете Я вам сразу говорю Поэтому не обязательно быть богатым мультимиллиардером Рокфеллером каким-нибудь Я как питаюсь И даже я думаю, они тем не питаются, что кушаю я Поэтому, знаете, ребята Никогда никому не завидуйте Будьте с собой Живите своей жизнью Не смотрите на других Следите лучше за собой И тогда люди начнут следить за вами Вот так вот Вон он, красавец Вон он, вон он Вон он идет У меня боковое зрение очень сильно развито Так как с самого детства Батька меня Вымуштурвал, натаскал на охоте Обучен я серьезно В этом плане Поэтому вижу Любое малейшее боковое движение Интересно, ушел туда В правую сторону Вот они, красавица наша Купается Ну ладно, ребят Сегодня было такое видео И о Ниве И в перемешку И с философией И про охоту Как вам этот формат Стоит ли снимать в таком формате Было ли это интересно Я, наверное, много чего забыл сказать Много чего забыл уточнить Но в следующих своих видео Я обязательно это вспомню Потому что вы напишите мне в комментариях Зададите вопросы Кто-то накинется Кто-то осудит меня за охоту снова Осудит и скажет, что это убийство Как так можно общаться с природой Ребят, пожалуйста, не будьте маразматиками Чем отличается Ответьте мне на вопрос тогда Чем отличается жизнь Курица, которая, грубо говоря На птицефабрике растет И которую в скором времени зарубят И она ляжет на прилавке В магазинах И вот они в природе Это все Богом сотворено в пищу И знаете Это Мне кажется, то, что вы пишете Вот это все Вот это как лихорадка ненормальная По поводу отношения к охоте Это, знаете Символ последних времен Бонастанут те времена В Евангелии написано Когда люди начнут говорить Что вредно употреблять в пищу Все то, что Бог сотворил Это первые звонки Показатели тех последних времен Просто вы уже перепрошиты И уже не отличаете вы Доброго от злого В вашей голове каши Вы противоречите уже сами себе Ну, тому виной СМИ Весь мусор интернетный Который так воздействует Очень хорошо на мозг человека Еще раз говорю вам Живите своей жизнью Меньше смотрите всякую ерунду Вот так вот В общем, ладно, ребят На этой ноте Уже под 40 минут болтовни Будем, наверное, мы Видео завершать Ждите выхода Следующей серии Следующей серии По поводу кокарды Сразу говорю Это мое образование Я охотовед Мастер лесного хозяйства Имею полное право Ее носить И работал в свое время Егерем Поэтому кокарду Эту я не сниму Это мое То, что мне принадлежит По праву Вот так вот Вот они красавицы Ну что, девчонки Будем собираться? А? Одного вы тут Ухажера Вызвали, блин Накупались Все, ладно В принципе, этого достаточно Они где-то минут 20-25 Для первых разов Поплавали Ну, утка особо не намокает перо Так что вот, ребят Ладно Итак, пишите все свои комментарии По мере возможности Всем вам отвечу На все ваши вопросы Ждите выхода новых видео В этом видео я не призывал Никаким действием Ни бездействием Ни агитировал Ни за кого Ни против кого Ни к чему не призывал Данное видео носит Чисто развлекательный характер Это мой личный канал Все мои мнения Выводы Это лично мои мнения Они ни к чему Никого не обязывают Никаким действием Бездействием Я ничего не пропагандирую Ладно, ребят Всех был рад видеть Всем жму руку Всем здоровья Всем всего самого доброго Будьте осознанными Всем пока